Все включил, окей. Да, мы можем начинать. Всем добрый день, я Зев Рубинс. Мы с Бадбадом продолжаем учить принципы рамбома, принципы веры. Мы встретим принципы, принцип бестелесности, нематериальности Всевышнего. Мы говорили про атрибуты. И сегодня у нас будет очень необычный урок. У нас курс заявлен как 13 принципов веры рамбома и еще больше чего-то. Сегодня будет чего-то. Сегодня будет больше. Поступил вопрос от уважаемого Матана. Мы читали рамбома на прошлом уроке, 46 главу первого раздела «Побидели заблудших», где рамбом критикует, мягко говоря, нападает, наезжает, как хотите, на сторонников антропоморфизма, что у Бога есть физическое тело, есть разные органы. Матан спросил, а кто это вообще такие? Мы вообще такого сегодня никого не знаем. Как такое может быть? Что за странное представление? То есть нам сегодня, в 21 веке, довольно... Я в отношении иудаизма спросил, как это... Да, да, секунда, секунда, еще 20 секунд. Секунда. Конечно. Я сказал, что мне кажется, что там речь идет про некие каббалюйские штучки. Потому что, когда это люди вне иудаизма, то рамбом их спокойно пишет. Там вот Акалим, люди из Калама, древнегреческие философы. А когда это люди внутри иудаизма, рамбом их умалчивает. То есть он пишет их взглядом, он не пишет, кто это. Я сказал, ну там, что мне кажется, я знаю, про что речь. И вот про сегодня это я расскажу. Кто же у нас в иудаизме думал или думает, что есть у Бога разные органы? И вот ответ таки да. Память не подвела, слава Богу. И сегодня я вам расскажу про одну книжку, каббалистическую, от которой, ну, сказать, что вы пойдете в обморок, это ничего не сказать. В общем, держитесь очень-очень крепко, сидите крепко, там будут вещи, которых мы никогда не слышали и никогда больше не услышать. Итак, я предположил в прошлом уроке, что это каббалистическая литература, написанная в Испании в Средние века. Все верно. Кроме одного, это каббалистическая литература написана в Израиле за тысячу лет до рамбома. Да, то есть примерно в эпоху, когда и была написана книга Зор. Во-первых, опять-таки, у нас не курс по каббале, мы не будем изучать каббалу, нам до нее далеко, как до луны. Но, опять-таки, мы постоянно сталкиваемся с подобными вещами, дальше ханарухи. Да, значит, Роберсов, короче, часто пишет, и смысл чего-то, какой-то митцвы, делания или не делания, он из каббалы. Опять-таки, каббалай – это тоже наука, очень, ну, наука – это часть еврейской традиции. Это вот как раз вот Лайкмановцы называют ее наукой. Это еврейская, часть еврейской религии, скрытая часть Торы. Это не наука, в научном смысле слова. Это тоже, опять-таки, дисциплина чрезвычайно широкая, точно так же, как внутри науки есть физика, математика, химия, внутри физики, есть там механическая физика, есть там физика твердых тел, есть ядерная физика и так далее. Поэтому каббала тоже штука неоднородная, очень разная. Кто-то под каббалой понимает там комментарии Зоара на Тору, кто-то под каббалой, о, вот еще один Владимир Петрович появился, приветствуем, кто-то под каббалой понимает, опять-таки, разные обычаи, которые человек берет на себя в практической жизни в области глухи, делают больше, чем принято обычно. А кто-то под каббалой понимает самые разные тайны Торы, которые недоступны и не должны быть доступны большинству людей. Так вот, сегодня я познакомлюсь с книгой, которая занимается самым радикальным антропоморфизмом Бога. Как Матан просил, книга еврейская, книга не из ислама, не из дирижнической философии, книга из еврейского мира. Окей, значит, есть опять-таки тип литературы, он в каббле называется Сифрея и Халут, Мир Кава. Это книги, которые описывают разные вот небесные уровни. Есть известно Семь Небес, Шива Рыкиим, там, значит, на каждом уровне есть разные храмы, там есть небесная колесница и так далее, и так далее, и так далее. Например, одна из книг разъясняет то, что видел пророк Ехескель в своем видении про Мир Каву, про Божественную колесницу. Значит, написано, что Ехескель сидел на реке Квар, в Вавилоне. Хорошо. Так вот, значит, Ехескель говорит, что раскрылись небеса. Да, значит, но книга говорит, что все было ровно наоборот, что он смотрел в реку и в реке видел отражение о том, что на небесах раскрылось. То есть такая вот очень интересная заикально-отражательная система через реку. Это пример книги, которая объясняет, что видел пророк Ехескель. Есть известная история про Ассерта Рогема Ахуд, про десятерых величайших мудрецов иудаизма, которых, значит, римляне всех казнили уже встречайшими муками. Вот. И там, значит, поначалу написано, что мудрецы сказали, дай нам несколько дней, мы проверим, это с небес ли вышел приказ или это ты самодеятельностью тут занимаешься. Дал время и написано, что Раби Ишмайль, пересвященник, сейчас мы про него будем говорить, он будет один из главных действующих лиц, он автор этой книги, про которую мы будем говорить. Он, значит, Раби Ишмайль постился и потом его душа поднялась наверх, на небеса, на седьмое небо, там он беседовал с неким ангелом, покрытым тканями и получил ответ «Да, это приказ небес». Попутно, опять-таки, Раби Ишмайль написал книгу, как он там поднимался, значит, какие он небеса видел, вот, а это, значит, есть такие вот разные книги, они тоже по-разному называются, значит, есть Сефарей, Халот, Еханут, Зутри, Хрут, Рабти, значит, как он там поднимался заодно и описал нам, что там происходит на разных небесах. Это вот такой тип литературы. И вот сегодня мы поговорим про книгу, которая называется Шур Кома «Размер роста». Размер роста Бога. Видите, как все хорошо в лудаизме? Это только начало, дальше будет еще круче. Итак, значит, это книга, которая написана во втором примерно веке новой эры, как раз время, когда жил Раби Акива, и два автора этой книги, они в самой книге написаны, Раби Акива и Раби Ишмайль, наш Раби Ишмайль, Коэнгадоль, первосвященник, который поднялся на небеса и вернулся, душа его. И вот этот тип литературы, с которым Рамбом спорит, сейчас к Рамбому вернемся в самом конце. И вот в этой книге Шурка, сейчас я вам немножко зачитаю, вы просто ахнете, значит, написаны самые, что ни есть, конкретные антропоморфизмы. Итак, значит, я напоминаю, антропоморфизмы это уподобление Бога человека. в самой книге есть три списка. Книга не очень большая, есть много разных версий, там от 6 до 15 листов, сегодня у нас в интернете в PDF. Значит, первый список книги, список органов Бога. Он, Матан, включайте микрофон, сейчас будет им помогать переводить. Итак, у Бога есть следующие органы. Кафрагло, стопа. Карсело шельямин, лодыжка правой ноги. Карсело шельямин, лодыжка левой ноги. Обратите внимание, это не один и тот же орган, у нас по-человечески. Лодыжка, стопа, у Бога все сложнее. Значит, есть ерех шельямин, колено правое. Есть ерех шельямин, колено левое, как у футболиста, застрахованы раздельно. У Бога есть шея. У Бога есть игуль расшо, это даже не голова, а периметр круга головы. У Бога есть борода, нос, язык, не просто лоб, а ширина лоба, черная штука в глазу. Как мы говорили на прошлом уроке, зрачок. Зрачок. Так вот, не просто зрачок, а зрачок черный правого глаза, зрачок черный левого глаза. У него есть белая часть глаза, у него есть плечо, у него есть руки, у него есть пальцы, ладони, корона на голове, которая часть тела, как ни странно, щеки и так далее. Список неполный. Ну, как вам? Круто? Вот. А там спрашивают, кто такой может быть? Теперь, для полного счастья, уже слышу возмущенные голоса, это правильно, это правильно. Для полного счастья, эта книга, написана на иврите, и довольно простом. Человек, знающий иврит, может ее читать. Это сразу должно в нас вызывать, все красные флажки поднять, все семафоры, все шлагбаумы. Обычно, любую маломальскую вещь, которую хотели замаскировать, писали или на смеси иврита-арамейского, или на армейском. Например, Талмуд, куски, которые мудрецы хотели спрятать, от римлян зафиксировали их на армейском языке. Каббала, книга Зор, написана еще на более тяжелом армейском языке, в том, что армейский язык имел разные диалекты, восточный и западный. Восточный, это в Вавилоне, говорили, в Ираке, западный и в Израиле. Так вот, Зор написан на самом тяжелом из этих диалектов, на западно-арамейском языке. Знающий человек в Илонске Талмуд не совсем понимает, что написано в Зоре. Это, чтобы спрятать вещи. А если книга написана на иврите, ну это более чем намек, что это не чтобы спрятать. Но пойдем дальше. Второй список в книге Шиур-Кома. После того, как у нас есть список органов, у нас есть их названия, как они называются. И каждый орган имеет свое название. И я уже говорил даже, что зрачок правого глаза не называется точно так же, как зрачок левого глаза. Для человека там и там зрачок. Да, анатомически. Поправьте меня. Доктор Перец сидит. Все, что у человека симметрично, ну там может быть кроме сердца, оно более-менее одинаково. Там правая рука, правая нога и так далее. Тут же... Можно вставить? Да, пожалуйста, Матан. Легко. Касательно русского перевода, правая рука всегда называется десница. Еще раз. Это... Да. Левое не называется. Это потому, что на иврите, на правую руку есть особое слово, потому что в кабеле правая рука хорошо-лево-плохо. Мы говорим анатомически сейчас, на Матан, я не про это говорю. Я говорю то, что принципиально, с точки зрения функциональной, да, понятно, что кто-то правша, кто-то левша, да, у кого-то всегда правая нога сильнее, да, но принципиально, мы говорим, зрачок, рука, нога. Когда есть особые слова, то действительно подчеркиваем, ямин. Ямин – это правая рука на иврите, в салмах, поэтому древнерусский десница. Однако, найдите мне, Матан, слово левая рука. Понятно, да? Я сказал, что нет. То, что я хочу сказать, что здесь, в списке органов, все нет повторяющихся названий. То есть все парные органы, которые якобы есть у Бога, я уже выдаю заранее ответ, чтобы уж совсем не подумали, что я с ума сошел, или каббалисты с ума сошли, каждый орган называется по-своему. Например, правый зрачок называется Азадья Атититус. Левый зрачок называется, очень тяжело читать, Матадаграфомца, Метатрон Гроповца. В общем, какие-то бессмысленные названия. Поверьте мне, абсолютно бессмысленные названия. Значит, ступень правой ноги называется Персимизм Атаркак. Левая ступень ноги называется Агатматц. В общем, нет никакой симметрии, абсолютно непонятно. Иногда правые органы называются длинными названиями из трех-четырех слов. Иногда левые органы называются полный бред. Бред севой каббулы. Я извиняюсь, да? Я говорю то, что я вот пытаюсь читать, да, как что называется. Сказать, что я ничего не понимаю, я ничего не понимаю. Третий список в книге Шиуркома, самый главный, он, сейчас совсем крепко сидите, выдает размеры этих органов. Собственно, по третьему списку сама книга и называется. Шиуркома размер роста Бога. Итак, начнем зачитывать. Значит, будем переводить сразу. Значит, написано так. Секунда. Значит, написано следующая, значит, длина. Итак, один из пальцев Бога, например, он 15 тысяч ревовод, 10 тысяч просоот. и это составляет 150 миллионов просоот. И что это в точных единицах? Скажу тебе, говорит автор книги, раби Ишмаэль и раби Акива, скажу тебе точный счет, значит, как нужно подсчитывать размеры Бога. И морлеха хижбон просоот кулан шоу рим, коль парса у парса гиммель милин, коль милю миль асерта лафим ама, коль ама в ама шош из ротов. Итак, в переводе скажу тебе, значит, как все измерять. Каждая парса 3 мили, каждая миля 10 тысяч ама, ама это локоть, то есть 10 тысяч ама это 5000 метров. Каждая ама 3 зерета, зерет это мизинец. А весь а весь а тогда возникает вопрос а что же что же мы берем за основу за зерет за мизинец это весь мир. Конец. О как. Теперь. Вот такая книга и как нам ее понимать если мы говорим что Бог бестелесен? Когда каббалистам говорят еще как телесен? Бог телесен у него есть органы вот их названия и вот их размеры. Ну и сейчас под конец я вас совсем убью конечно. В конце книги значит написана следующая вещь. Сказал Раби Ишмайль я видел царя царей сидящего на престоле высоком и вознесенном и вокруг него воинство стояли ангелы да справа и слева от него и каков же размер высоты Всевышнего что он закрывает все свои творения двойточа и вот пошла вся книга это начало а в конце написана вообще потрясная вещь сказал Раби Ишмайль и так сказал передо мной Раби Акива то есть они два автора книги каждый кто знает эти размеры нашего творца которые вот мы как пример перевели там бесконечных миллионах парсот будет хорошо ему в этом мире и в будущем мире и он удлиняет свою жизнь в этом мире и в будущем мире сказал Раби Ишмайль перед своими учениками я и Раби Акива гарантируем мы гаранты вещи что каждый кто знает все эти размеры вот этой книжки Шуркома все значит размеры нашего творца и славу Всевышнего гарантировано ему что он будет иметь жизнь в будущем мире но только должен учить это каждый день о как круто не нужно тор учить не нужно добрые дела делать не нужно ближнему помогать митцволс выполнять запоминай цифры какие есть органы бога какого размера и все жизнь удалась здорово просто мечта поэта хатабыч отдыхает хатабыч там что-то рвал китовы ласки там говорил обракодабру что-то получалось в этом мире без гарантии в будущем здесь же это просто фантастично ровно то есть вся книга ровно наоборот то что вся еврейская традиция говорит что бог не материален он материален что он бестелесен он телесен что бог не похож на человека еще как похожи у него органы есть и вот их названия и вот их размеры и тот кто изучает эти размеры помнит наизусть о в чем счастье каждый день будет у него все хорошо в этом мире в будущем мире то можно соблюдать и что можно делать только выучить цифры наизусть и повторять как вам правда круто на два соображения можно пожалуйста быстренько во первых насчет три зерта что это равно ама три мизинца равно ама ама это где-то полметра окей это согласно этой книге согласно этой книге книга дает свою линейку размеров я не сказал что согласно какой-то другой книге да конечно книга дает нам четкую скалу размеров чтобы мы могли окей не соответствие игнорируя игнорируя то что мы знаем из других книг из другой реальности да второй момент книга написана на нефрите все названия которые вы прочитали нишма как и на римском на древнеримском языке на древнегреческом да я хотел сказать что более это название древнегреческие только подчеркивает эпоху книги второй век новой эры да это подчеркивает то что у меня такая крамольная мысль что это какой-то фейк тогда все нормально Матан уже Матан уже стал выдавать решение о проблемах так вот нет у меня ощущение вы пошли по пути по которому пошел в Авсаде Гаон все нормально когда от евреев откололись караимы первая вещь сейчас караимы это 9 век 9-10 век первая одна из первых вещей которую они значит предъявляли евреям как предъяву что у них все неправильно все раввины придумали книга Шуркома это же говорят полный бред как Бог может быть материален с органами и с размерами это ваш удаизм если так нам такой удаизм не нужно до свидания мы уходим из евреев и поэтому Рафсааде Гаон вынужден был утверждать то что Матан сказал что это фейк что это кто-то там потом дописал тараля-тапаля но опять таки мы видим что Рафсааде Гаон это утверждал в рамках дискуссии с караимами это такой тактический довод не настоящий мы с этим сталкиваемся так называемые тактические доводы они потом будут спором с христианами чтобы не открывать всю правду только ее часть но опять таки эта книга была широко известна она упоминается Геонима она есть у Гая Гаона у кого угодно и авторство ее везде одинаково есть там немножко разные версии сколько органов и как называются а вот ее возраст и авторство у всех одинаково что когда мысли это книга настоящая поэтому опять таки ей занималась библейская критика этой книгой да и занимался Гершом Шолем там и Либерман все согласны книга оттентная настоящая никакой не фейк ну и теперь живите с этим хорошо вам спать будет ночью теперь понятно почему Рамбом был против понятно да окей ну теперь чтобы вы хорошо спали я все таки вам расскажу правду когда ночью вы вообще не будете спать ночью да окей значит пойдем во первых опять таки договоримся точно так же пытаются придумать что Зор это фейк это не Рабишман Барухай написал это опять таки все не выдерживает критики и фактов которые мы знаем эта книга достоверно написана Раби Акивой и Раби Шмайлом и опять таки она была чрезвычайно широко известна и ее есть очень много до нас дошло очень-очень много вариантов еще раз ну небольшая там максимум 15 листов теперь опять таки у нас два автора Раби Акива и Раби Шмайл понятно нам что-то с толпы иудаизма то есть проблема обостряется если бы мы сказали это помните как мы учили в начале про Раби Хамину у которого взгляды не совпадают с мудрецами он говорит что у человека нет свободы выбора все Мазаль да Яшгаха Пратит она вообще у человека забирает любой выбор да можно сказать человек это мнение единицы иудаизмы уважают мнение единицы одного но мы говорим простая мишна по Раби Акиве да отцы так сказать не основатели отцы кодификаторы устной торы мишны талмуда Раби Акива и наш Раби Шмайл Коэн Гадон Раби Шмайл Проросвещенник собственно в этом-то была и претензия караимов они ведь отказались от устной торы устная тора это Раби Акива и Раби Шмайл если они такое несут до свидания нас в этой торе нет мы уходим и заявляем что и произошло хорошо окей тогда значит пойдем в самый конец книги во-первых ладно до до конца до конца мы сделаем одну простую вещь мы посчитаем зерет мизинец бога чтобы понять что здесь на самом деле происходит и так сколько значит да вот какие размеры скажу тебе говорит книга легко без вопросов обратите внимание в Талмуде в Медрашах никто не озабочивается чтобы нам дать какие-какие размеры сколько литр сколько сэа сколько вес время никто ничего иди сам ищи догадайся сегодня книги есть здесь же человек который читает эту книгу там в третьем веке в Бавилоне в пятом в десятом не дай бог человек перетрудится и не найдет в гугле сколько значит зерет книга сразу ему говорит чтоб человек не дай бог не ошибся и так скажу тебе какой счет всех этих парсот каждая парса 3 мили каждая миль 10 тысяч ама локтей 10 тысяч локтей каждая ама 3 зерета теперь переведем все в наши цифры арабские обыкновенные цифры таким образом умножим одно на другое каждая парса 90 тысяч мизинцев соответственно значит каждый палец выходит это сидите крепко 13 миллиардов 500 миллионов мизинцев по-американски триллион по-русски миллиард как сказано да а каждый значит мизинец это милокула рамкуло самая главная часть фразы что сколько размеров да то все вот эти вот длинные списки каждый палец это весь мир таким образом каждый палец всевышнего больше всего мира в 13 миллиардов 500 миллионов раз это только палец мы же не посчитали остальные органы все понятно теперь внимание главный вопрос книги который мы задам к этой книге каждый палец всевышнего который больше всего мира в 13 миллиардов 500 миллионов раз это 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 ли антропоморфизм это ли сравнение бога и человека ответ конечно нет такого не может быть ведь мы говорили что рамбом писал что люди думают глупцы и евреи не евреи не важно что бог он как человек только большой сказали раби вы думаете так мы с вами пойдем до конца мы увеличим бога якобы увеличим настолько чтобы вообще не было никакого антропоморфизма понятно нам что это сатиран антропоморфизм вот эти вот все размеры то есть если самый маленький палец больше мира в 13 миллиардов 500 миллионов раз то что же говорит про все остальное здесь нет никакой параллели между богом и человеком мы говорим что греческие циклопы они были в образе человека но они были большие ну там в 3 раза ну в 5 ну в 10 ну в 20 ну в 100 но все что больше 100 тысяч и 10 тысяч человек уже откажется воспринимать не случайно кстати обратите внимание на иврите классическом нет слова миллион нет слова миллиард нет слова даже 100 тысяч сам большая единственная измерения у евреев в Танахе была и есть 10 тысяч ревова поэтому тут написано всегда тысяча эльф эльф ревовод тысяча 10 тысяч это уже 10 миллионов сразу 7 нулей да таким образом выясняется полный сарказм который Раби Акива Раби Ишмаэль высказали вот этой вот идеей сравнить человека или Бога теперь вы понимаете что это ловушка что это ровно наоборот чем мы думали сегодня в интернете говорят троллинг кого-то идти с кем-то извратить свою идею смеяться с ним но изнутри понимаете про что речь идет в этой книге обратите внимание мы сказали что нормальная книга по кабале зашифрована эта книга пожалуйста написана в рите приходи читай в любой книге нет тебе никаких объяснений из самой книги поди учи узнай сколько парса узнай сколько миль здесь не дай Бог что ты там не найдешь где-то сколько какие расстояния сама книга тебе охотно выдаст размеры и ты сядешь да и ты будешь наизусть это говорить ведь от этого зависит все твое счастье в этом будущем мире ты сядешь все умножишь получатся астрономические цифры и ты скажешь как такое может быть вообще это Бог похож на человека между ними никакой связи нет если его мизинец больше всего мира в миллиарды раз таким образом то что мы видим здесь это троллинг высочайшего уровня который и раби Акива и раби Ишмайль сделали написали специально для глупцов любителей антропоморфизма ведь они знали взгляды людей это то что Рамбо напишет тысячу лет спустя что глупцы которые думают что Бог он как человек только побольше и посовершеннее сказали наши мудрецы побольше мы сделаем тебе большого Бога мы тебе его нарисуем он получится миллионы и миллиарды и живи с этим да поэтому когда хочешь насыпать не считай овец а считай 13 миллиардов 500 миллионов пальцев Всевышнего и будет тебе счастье понятно нам что счастья не будет понятно нам что нужно учить Тору делать заповедь заповеди митцвод делать добрые дела помогать ближнему понятно нам что это вся идея которая здесь изложена это сыр с ловушкой это издевательство это троллинг доведение до абсурда идеи антропоморфизма Матан да жду момента да все отлично понятно что это троллинг понятно что ничего отличного нет мое отвердение не так далеко было что это фейк это оказывается не фейк это не фейк это троллинг высочайшего уровня это троллинг троллинг здорово троллинг а только зачем обещать вечную жизнь если читать это же троллинг людей которые ищут какие-то магические формулы откроем книги по кабале найдем абра-кадабра жизни до вас это троллинг глупцов это троллинг глупцов это ровно наоборот что нужно учить Тору потихоньку делать добрые дела делать митцвод что нет магической формулы в иудаизме это троллинг высочайшего уровня вот по что идет речь я не говорю об уровне троллинга я говорю о том что такие столпы как Раби Акива Раби Шмоль на полном серьезе обещают вечную жизнь вы понимаете что это в кавычках это ирония это сарказм даже я не совсем понял сегодня в интернете рисуют такие кружочки и улыбочки бесконечные это то что они здесь нарисовали нам окей теперь но если все что я вам рассказал что же тогда Рамбам против этой книги неужели Рамбам не знал того чего я все вам рассказывал Рамбам знал но опять таки Рамбам опять таки опасается глупцов да инструкции пишут для глупцов они все мудряются их нарушать поэтому Рамбакива Рамбейшмайль заложили в этой книге линейку чтобы человек умножал потому что глупца не дойдет даже идеи посмотреть сколько там миля сколько парса да он подумает что вот реальные размеры Бога а если он переведет их в цифры он поймет что абсолютно нереальные смешные вещи непонятные нашим мозгом поэтому опять таки книга ловушка для глупцов еще раз это не ее цель важно понимать книги по кобыле не пишутся для дураков это я вам просто рассказал самый первый слой этой книги это объяснение почему книга написана иврите почему она короткая вы видели какой-нибудь зор на всю тору он огромный его читать всю жизнь читать понимать идти до него а здесь книга 15 листов ее за день можно прочесть поэтому еще раз объем книги язык книги линейка с расшифровкой которая в ней все нам указывает что это не просто так это на глупцов которые хотят вечную жизнь выучить формулу абракадабры и ни черта не делать на лентяях на лентяях глупцов евреев такие тоже есть и рамбам наш опасается что глупцы опять-таки глупость как говорил Энштейн это штука безгранична что наши глупцы они даже до этого не дойдут они прочтут только книгу и даже не перемножат цифры в третьем списке и то есть они все равно то есть даже глупец должен быть умным это то что раби и шмали и раби Акива подразумевают рамбам опасаются что выиграть молодцы конечно но глупцы могут такой фортель они не идут до третьего списка они на первом остановятся к примеру поэтому сейчас пару минут поэтому значит перевод всей этой темы значит в агонических кругах например профессор Йосеф Дан пишет следующую вещь что рационалисты противились многим мистическим книгам обратите внимание не каббалистическим книгам мистическим книгам эта книга мистическая там какие-то формулы поэтому название органов Всевышнего абсолютно дурацкие абсолютно непроизносимые да самый главный рационалист у нас кто рамбол нет большего рационалиста в иудаизме чем рамбол поэтому рамбом противился и в целом такому типу литературы он опасался что опять-таки дураки проникнут в эти книги поймут все буквально потому что они все буквально понимают он опасался даже такую книгу простую написанную простым языком они даже просто там не перемножат у них калькулятор поломается в нужный момент а на бумаге они считать не умеют поэтому опять-таки еврейские философы рационалисты были в целом против мистических книг где можно было ошибиться они не были против как было таковой дураки каблу не поняли они арамейского не знали но такого типа литературы они были против поэтому рамбом в нашем учитель заблудших имеет ввиду тип литературы и тип людей тип дураков как известно самый проблемный дурак это активный дурак который там книги по кабале открывает без того что он там раши прочел более простые вещи поэтому активные дураки которые убеждены что есть магическая формула для счастья она в книгах по кабале прочтешь раз и жизнь удалась и больше ничего не нужно делать вот вот эта проблема теперь зачитаю вам что-то в конце значит в своих игрот в письмах своих посланиях в респонсах рамбом более откровенен называть вещи напрямую своими именами так вот относительно книги Шиуркума про которую мы сегодня рассматривали значит он пишет следующую вещь он пишет следующую очень тяжелую вещь рамбом значит он пишет сейчас одну секунду вам найду он пишет что поначалу в некоторых респонсах воспринимает Шиуркума тоже как метафору потом он говорит что эта книга это люди разные комментаторы в городах и дома говорили то есть он тоже пытается вывести ее за пример простого написания Раби Кива и Раби Шмалина под конец он пишет что эту книгу нужно уничтожать и память о ней уничтожать и это большая митцва конец цитат о как то есть рамбом в игрот в своих респонсах опять-таки он отказался от мыслей значит что это какие-то комментаторы из дома то есть фейк все эти мысли это некий фейк опять-таки рамбом был близок относительно к Раби Саде Гаону оба в Египте жили оба были главами общин в Египте и опять-таки у них там общие мотивы находятся и в книге Раби Саде Гаона иммунот идиот и предвидели заблудших предвидели заблудших часто цитируют или ссылаются на Раби Саде Гаону и рамбом тоже пытался сказать что это некий фейк только другой и в итоге он отказался от этой мысли он согласился что это настоящая книга книга Раби Акивы и Раби Ишмайля и поэтому так как дураки активны неисчерпаемо активны у них полно энергии и сил но не знаний и ума и вопросов и поэтому Рабам просто предложил эту книгу изъять из еврейского оборота и уничтожать ни больше ни меньше поэтому опять-таки есть в удаизме и такие книги но я еще не закончил я еще не закончил а зачем же тогда написана эта книга на самом деле то есть мы сказали ну дураки ну активисты ну бывает ну мало ли чем бы дитя летешило спусту в хабалу читало лишь бы не плакало да на самом деле книга Шур Кума это комментарий на книгу Широ Ширин песню песней это вывод к которому приходят все но тогда у нас снова возникает та же проблема но немножко другая как известно песня песней это книжка про любовь парни и девушки девушки и парня все хорошо пока не пришел наш рабе Акива и сказал что ничего подобного что все писания это штуки святые а песня песней это святая святых и там не про любовь парня к девушке а про любовь бога еврейского народа где парень это бог а девушка это еврейский народ и теперь зачитаем песню песней под конец песня она не очень длинная ее с сепарды читают перед каждым шабатом перед каббат шабат и так песня песней пятая глава предложение восемь заклинаю вас дочери Иерусалима если встретите другом а во друга это всевышний что скажете и вымучите больной любовью спрашивают ее охранники чем возлюблен твой лучше других возлюбленных красивейших женщин да чем твой возлюблен лучше других что ты нас так заклинала друг мой светел и румян отличен из десяти тысяч голова его чистое золото кудри его вьются черны как ворон очи его глаза словно голуби водных потоков что купаются в молоке как камни драгоценные вставленные в оправу щеки его гряды благовоний цветник благоводных растений губы его словно лилии с которых каплет мира текуча мира это благовония руки его округлости золотые испеченные хризолитом и живот его полированная основная кость покрытая сапирами сапир драгоценный камень голени его столбры мраморные поставлены золотых подножьях вид его как ливан юноша как кедр ливанский уста его сладкие и весь он желанный таков мой возлюбленный и таков друг мой дочери жусалива конец пятой главы ну как согласно рабе Акива это все эпитеты Бога поэтому опять так еще раз мы не будем усять песни песней это супер сложный текст в каком-то плане даже сложнее Йова но опять таки по большому счету и на самом деле книга Шуры Кума это комментарий на песни песней а именно на антропоморфизм песни песней где опять таки если просто сказать это история любви парня и девушки то все будет все хорошо любят и любят история любви но если это Бог и Израиль еврейский народ там есть описание девушки какие у него там органы красивые и много их есть описание органов у парня да поэтому опять таки еще раз заключая наш ответ Чемберлену наш ответ Натану опять таки есть антропоморфизм в писании мы их видели и много мы видим что Рамбам последует Тайонкилус и все разъясняют их метафорически и даже книги по Кабале которые для дураков кажутся буквальными это просто троллинг мирового масштаба но когда Натан спросил про кого имеет ввиду Рамбам это мой ответ но единственное опять таки что нееврейских авторов Рамбам называют по имени еврейских не называют так принято но в респонсах пишет напрямую у меня все на сегодня теперь считайте 13 миллиардов 500 миллионов божественных пальцев по ночам я хотел спросить я конечно солидарен с Рамбам в конце концов призывает к уничтожению этой книги у меня такой вопрос Раф понятно что Раби Акил и Раби Шму знали зачем и почему они пишут эту книгу но неужели они как бы не думали о том что это в принципе очень-очень похоже на нарушение значит на простом уровне написал Раби Акил и Раби Шма или глупцы они просто не дойдут так как они глупцы воспримет этого буквально ты очень часто видишь люди в интернете пишут шутку и люди не понимают что это шутка начинают брониться и ругаться да отсутствие чувства умрают серьезный грех и проблема в мировоззрении и вообще да поэтому опять-таки Рамбам опасается того же самого чего Матан опасается поэтому Рамбам не принимает эту литературу как таковую он понимает что это юмор он тоже человек с юмором и там очень часто смеется да вот он это прекрасно понимает и точно так же как Рамбам понимает что он понимает но глупцы без чувства юмора могут не заметить кавычек восприятие книгу буквально и это причина по которой Рамбам критикуют и эту книгу и подобный тип литературы в целом да и поэтому говорил вот нужно более чем осторожно с этим работать на уровне дискуссионном и Расаг и Рамбам говорили да это какой-то фейк это не может быть но ты видишь что внутри иудаизма все признают да это настоящая книга это настоящие авторы то что написано по-настоящему конечно не то что имеется ввиду это комментарии на песни песней и одновременно это пародия для людей которые ущут себе легких путей которые ущут там найти какую-нибудь фразу и все не нужно учить Тору не нужно делать митцвод не нужно делать добрые дела просто бессмысленно повторять какие-то фразы поэтому говорят повторяй каждый день и посмотрим будет ли счастье или нет ответ нет не будет человек сам до этого должен дойти да поэтому книга полна таких вот юморов и поэтому авторы не стесняются писать лево-право-значку глаза придавать разные названия и сиди и сиди и заучивай да но опять-таки рамбом действительно как рамбом он идет по очень часто по самому низкому уровню и опасается что дураки есть есть такая известная теорема что глупцы не понимают что они глупцы у нее есть научное название да что невежда не знают что невежда не могут себя оценить со стороны потому что они невежда да есть такая научная теорема и поэтому рамбом опасается того же самого рыбакива и рабешмаль в каком-то плане более оптимистичны они даже предполагают что надеются глупцы которые будут копировать эту книгу будут звучать наизусть все эти бессмысленные названия органов будут заучивать наизусть все цифры и когда ничего не произойдет они поймут что все-таки это не так что нужно заучивать Тору а не бессмысленные названия нужно делать медсвод нужно помогать ближнему да то есть рабяки и рабешмаль несомненно берут некую опасную дорогу но они таким образом хотят глупцов притянуть за собой и научить еще раз это путь который мы очень часто находим в Талмуде делаем наши мудрецы есть написано значит рабиаба уходил собирал людей кто хочет долгой жизни кто хочет долгой жизни собирались тысячи толпы людей и он начинал цитировать значит отдались от зла да значит говори правду цитируем разные предложения из псалмов да сурми расы то уйди от зла делай добро то есть еще раз люди ищут коротких решений люди ищут простых путей люди ищут микстуру чтобы долго жить для тех кто ищет как счастливы долго жить вот написали микстуру очень короткую книгу чтобы понять чтобы понять что нет такой микстуры да поэтому еще раз рабиакива рабиашмайля не придумали саму форму такую они может пошли немножко экстремально рабиабагу про него есть абзац это мидраж который в талмуде стоит и верешит раба да абзац а рабиашмайля и рабиакива написали целую книгу то есть да то есть они пошли больше но еще раз опять-таки это книга по кабале немного тайн главная тайна опять-таки что у бога нет размеров и бог не телесен нет коротких путей нет магических формул в иудаизме да и заучение всяких цифр и букв не помогает жизни да это не вместо это может быть вдобавок быть может и поэтому нужно учить тору нужно учить нужно всю тору учить полностью а не пытаться что-то найти в кабале сказать о все остальное мне учить не нужно разы спасибо во-первых за прекрасный урок а во-вторых тогда у меня вопрос возникает оставим всех этих лейцим петим к селим и авелим для которых ни эта книга ни тора не написана в чем смысл тогда метафоричности этих размеров и вообще органов которые указаны в Танахе в Танахе? не в этой книге в Танахе именно в Танахе именно в Танахе мы проходили значит мы просто брали вот первую книгу «Пудиви для заблудших» и просто как говорится по вершкам ходили значит по темам глав значит ну я могу опять-таки коротко повториться да значит то есть Рамбом там пишет он очень часто посвящает короткие главы значением слов да например слово место да значит Бог называется место это уровень бытия примительно к Богу уровень абсолютного бытия абсолютизм престол это не физический престол указывает на величие обладателя его в этом смысле говорится о небесах или храме как о престоле Бога например слово глагол «лаамод» стоять Рамб как оставаться сохраняться и бывать неизменным на протяжении времени да то есть он объясняет смысл всех этих антропофизмов в таком вот вечном контексте вот в чем смысл этих антропофизмов да например Ницав стоять вертикально быть незыблемым не меняться что слово Бога не меняется будем в следующем уроке читать там есть разные версии меняется слово Бога или не меняется у Рамбома есть принцип что Бог не изменит эту Тору это Тора вечность да значит он пишет например глагол кам вставать к Богу означает исполнение обещаний приговора и так далее и так далее и так далее то есть грубо говоря есть смысл антропофизм вот таких слов существительных глаголов это на нашем на чешевском уровне на уровне абсолютной Торы это к Богу какие-то вечные категории вот в этом смысл и так мы видим опять-таки все глаголы сидеть стоять обитать приходить быть высоким и так далее это все опять-таки ты видишь что смысл на настоящем уровне как это Рамбом переводит это абсолютизм вечность божественность не человечность не временность не ограниченность я хочу сказать спасибо я совершенно не ожидал что из моего вопроса вырвется целый урок но в принципе пользуясь что хочу сказать пользуясь нашу терминологию такая возникла фейк там трогинг и так далее все это похоже на книгу это похоже на очень такой серьезный степ именно это оно есть вот вы уже начали плыть с нашим еще раз это простой смысл я уже заканчиваю это уже это простой смысл книги но опять-таки то есть я хочу просто сказать что Рамбом не просто так пишет вот просто так захотелось ему что-то написать у него каждая буква каждое слово выверено отточено его книга Пудили заблудших это одна из больших работ это его последняя работа в жизни да он и закончил там не очень за много до своей смерти это его не как-то сказать тетрадь которая обобщает все его взгляды он много повидал он много пережил да он много отвечал и поэтому опять-таки еще раз в Павельске принято да там критиковать кого-то без имени это то что он делает но он вполне критикует то есть он опасается не типа литературы не Раби Акиева опасается не Раби Ашмайя он опасается дураков которых не поймут да вот поэтому да еще один вопрос с вашего позволения нам часто приходится общаться с нашими друзьями-оппонентами которые термин ангел лица Господня да малых вот Ашм они трактуют что это что-то материальное это непременно будет проявляться видимым образом если вам не трудно буквально пару слов ангел лица Господня да но если в переводе на русский оно звучит так в Танахе что это ангелы лица Господня опять-таки мы увидим у Рамбама что он постоянно про это пишет на следующем уроке увидим что мы не можем понять Бога как такового вообще мы можем понять его действия иногда иногда и не понимаем его действия да мы можем попытаться понять отдельные проявления поэтому скажем ударизм каббала пошли по очень интересному пути они как бы ты не можешь понять в целом что-то да возьми по чуть-чуть да попытайся хоть чуть-чуть понять да лучше чем ничего да как известно каски слона есть по кусочкам то есть как выучить все начни с одного предложения в день как говорит Мишна и так далее значит поэтому значит книги по каббале вырисовывают множество ангелов которые отвечают за те или иные функции это аспекты вот которые мы говорили что рамбом критикуют христианство которые аспекты восприняли за отдельное божество да они говорят 3, 1, 1, 3 там некоторые мы на следующем уроке увидим что вот непонимание вот этих вот божественных категорий его аспектов элдосов идей оно привело к тому что христиане они не первые значит но одни из центральных которые взяли разные аспекты сделали троицы значит поэтому в рамках нашей попытки понять божественность которая очень-очень тяжела и невозможна значит опять так юдоизм нам рисует самых разных ангелов ангел отвечающий за это ангел чай за то кстати есть ангел который отвечает за Тору Сара Тора есть такая книга тоже каббалистическая из этой же группы вот спустится ангел учат Шиторис за одну ночь мечта поэта не нужно покупать книги нужно корпеть ночами пришел ангел научил порядок все всю Тору знаешь есть ангел который обучает всем языкам не нужно потеть там словари какие-то ангел Гавриэль он пришел к Иосифу там ночью обучил все Иосиф найти так сказать короткий путь а как известно самый короткий путь это длинный теперь значит поэтому опять-таки вот эти вот самые разные ангелы понятно что это каббалай но очень тяжелая сложная для понятия поэтому ангел божественного лица это как будто вот один из вот аспектов божественности да так как человек не может увидеть Бога живого и выжить то есть некий ангел которого он может вроде как увидеть хотя ангела тоже увидишь и непонятно будешь жить или нет поэтому еще раз с точки зрения рамбома нет разницы между ангел божественного лица и ангел божественного плеча и то и другое это все метафоры да мы это на прошлом уроке читали да опять-таки нет разницы между приписывами качествами категориями Бога там есть пить обонять осязать и видеть и так далее все одинаково да то есть у Бога это абсолютное знание поэтому опять-таки это для нашего же понимания что как будто есть вот ангел божественного лица теперь я хочу вас совсем успокоить Матан не только дураки не понимают сложные вещи великие мудрецы тоже ошибались есть знаменитый вот в этой группе книг мистических которые я сегодня с одной книгой поздравляю Шур Куман есть истории как это написано в Талмуде как 4 мудреца поднялись значит в пардес в самое верховное место на небе и значит Ахер Рабили Шабанабуя он значит вышел юридиком в Талмуде это место и в Тос в основном написано коротко но значит есть книга каббалистическая которая подробно описывает путешествие его туда на небесах что произошло он пришел поднялся на седьмое небо 6 прошел хорошо нормально увидел метатрона некий ангел который сидел на троне и все такое и сказал неужели там двое на небесах две власти метрический вопрос да теперь за это он был наказан изгнан из вирейского народа у него отобрана была чуба там такие тяжелые вещи метатрон был наказан все были наказаны но обратите внимание опять-таки Рабили Шабанабуя он один из люднейших мудрецов вирейского народа он учитель Раби Мейра он живет в одно время с Раби Акивой то есть он человек примерно их уровня теперь он не воспринимает что это Бог он понимает что это ангел он не ошибся с одной стороны а с другой стороны он ошибся да почему написано что ангелы стоят и этот сидел поэтому он понял что как Бог сидит на троне и судит так и этот сидит и судит в общем что я хочу сказать что коммунистическая литература это настолько сложная вещь что даже великие мудрецы как или шаги и шаги на буе ошиблись поэтому опасения Рамбома не безосновательны а уж тем более наши друзья христиане там прочли ангелы лица Бога но если я уж хочу совсем запугать наших друзей то там у всех этих ангелов где они вот в этой миссисской культуры у всех крылья есть а у Митатрона 72 крыла 36 справа 36 слева можете им так и сказать если еще раз рабе Акива рабе Ишман дают на величайший ключ если дурак то это надолго да хочешь ошибаться ошибайся на здоровье мы тебе поможем даже ошибиться понимаете поэтому их не нужно переубеждать да то есть человек должен сам себя переубеждать понятно что там 36 36 72 это и так далее это очень очень сложные вещи но действительно действительно в кабале опять такие фигуры в кабале у пророков написано что вот эти вот там на меркове там ангелы там хлопают крыльями у них там их три пары три по два шесть крыльев поэтому еще раз это очень сложные вещи поэтому кто хочет ошибаться всегда найдет себе способ ошибиться в этом плане опять таки невозможно переспорить рабе Акива рабе Ишмайна Таня спрашивает вопрос рука Бога это есть настоящая рука а человеческая рука маршаль Бог действительно имеет руку на своем планете руки в кавычках находится за пределами нашего восприятия в той же степени что и любое другое божественное качество описанное в той как своем понятии Бога верно да в каком-то плане верно Таня мы на следующем уроке увидим что Рамбан будет говорить что на самом деле единство Бога это такая простота которую мы не можем описать поэтому мы начинаем ее усложнять говорить есть ангел лица Бога есть ангел слева и справа не стоят они слева и справа то есть Бог опять таки это что-то чрезвычайно сложное одновременно чрезвычайно что-то простое это то что говорит Рамбан и поэтому опять таки мы знаем все гениальное просто да значит любой гений который не может простым детям объяснить свою научную концепцию он не гений и так далее и так далее и так далее наши мудрецы могли объяснять сложные вещи простыми словами вот написали книжку одновременно и для дураков и для умных человек который хочет ошибаться будет ошибаться всегда вы не остановите поэтому вы не можете переубедить что там нет у Бога ангела лица но так как у Бога нет лица как такового ангела а если они хотят ошибаться пусть ошибаются да Таня вас плохо слышно говорите громче пожалуйста в этом комментарии все таки они должны были объяснить целевую группу кому направлена эта книга вот как Рамбан делает а вот представьте человек взял книгу великих мудрецов может и не дурак но просто авторитет давит и он думает ничего себе я вот тут сейчас прочитал понимаете ну да еще раз они хотят мудрецы поразить человека да у вас тоже челюсть отнесли да органы Бога с размером я надеюсь там в конце был какой-то итог понятно что они специально такой метод избрали ну да а вообще на русском есть эта книга нет конечно потому что из ноябрити люди тысячелетиями спорят в округе они понимают еще раз она короткая она там она реально там приписки нет 1 апреля нет нет это 1 апреля который круглый год это 1 апреля который круглый год вы понимаете Тань даже Рамбан сам когда Морену Химон с одной стороны посвящает ее одному ученику пишет его имя в начале мы говорили а с другой стороны посвящает ее всем евреям поэтому у евреев всегда так все смешано и сложно понятно нам что ради одного ученика Рамбан не будет писать книгу проще объяснить правильно понятно нам что это не только одному ученику это всем нам которые в Испании тогда не могли понять и будущим поколениям да поэтому еще раз у любой еврейской книги много респондентов всех переписывать невозможно опять таки да сказать вот дуракам читать до конца и с калькулятором да а умным там читать с Зором и с Равином да то еще раз все книги строго говоря ориентированы всем Тора говорит и для величайших мудрецов и для простых детей да поэтому и в этом величие этих книг гениальность одновременно сложность поэтому антропомофизм поэтому мы пытаемся изучать эти антропомофизмы пытаясь понять на кого ориентировано когда это человеческое сидение а когда это вечное сидение Всевышнего во всем мире над всем миром да если у которого мизинец 13 миллиардов 500 миллионов раз больше всего мира и это ровно то что говорит Кабала что Бог ужал себя и на следующем месте сбыл мир что он больше всего мира что почему мы называем Бога местом что мир в Боге а не Бог в мире да и так далее еще раз это книги с разными грубо говоря Тань ключ на все когда человек берет какую-то книгу в едуизме у него отваливаются челюсти зубы выпадают то он должен собрать зубы и челюсти с этой книжкой идти кровиной учиться дальше понять что он ее рано открыл или не то открыл и так далее и так далее и так далее да поэтому еще раз мы не боимся вопросов раби шмайли раби кива хотят задать вопросы как такой бред может быть они этого вопроса и ожидают на это все рассчитано да вот Матан задал вопрос теперь прояснилось многое было Азеф можно у меня просьба небольшая вы затронули вопрос раби обоя это классический такой пример такого страшного заблуждения мудреца величайшего мудреца своего поколения не могли бы вы не знаю часть урока следующего после следующего уделить этому моменту в чем была его ошибка именно ваша интерпретация вот и в чем опасность неправильного пути так как этого Веймана избежать могли бы только минуту уделить хорошо 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 это хороший это хороший вопрос Матан задал спасибо и в этом ключе как-то указать была ли у него возможность действительно дшувы или он все-таки ослышался его звали вернуться или он ослышался это очень важно поговорим там все сложно все сложно статус все сложно а мне очень интересно как Рав Мейер себя вел Рав Мейер да который учился это очень такой пример он не отрекся от него лояльности к учителю да который даже который даже да все верно хорошо я все понял я посмотрю я попытаюсь спасибо Матан за вопрос спасибо за всем всем кто пришел и с Божьей помощью встретимся послезавтра в то же самое время в автобе спасибо хорошей недели хорошего месяца חודש טוב שבוע טוב субтитры